Всем привет! Буквально недавно мы с вами говорили о том, как Netflix бодро и радостно отчитывался о том, что наконец-то их чуть ли не путеводная главная миссия выполнена, а именно, что в фильмах и сериалах стримера женщин в главных и второстепенных ролях стало наконец-то больше, чем мужчин. Примерно что-то такое происходит и за кадром. Тогда мы с вами обсуждали, что в целом тут нет ничего плохого или хорошего, вопрос только в том, насколько это целесообразно, и подбираются ли люди для тех или иных проектов, как в кадре, так и за его пределами, исходя из их профессиональных качеств, целесообразности и прочего, или просто, чтобы попасть в нужную квоту. И прям как будто в продолжении или дополнении данного нашего видоса, мне попалась статья в одном из англоязычных изданий, причем статья написанная женщиной, которая гласит, как расширение прав и возможностей женщин разрушило искусство рассказывания историй в кино. Звучит интригующе, не так ли это стоит того, чтобы разобраться поподробнее? На днях мне посоветовали очень полезный ресурс, благодаря которому можно экономить на покупках, еде и развлечениях. Дело в том, что магазины часто ошибаются с ценами и выставляют свои товары за копейки. Админы данного ресурса ловят такие ошибки и публикуют их в своем приватном канале. Например, перейдя в закрепленное сообщение, вы узнаете, как можно забрать 14-й айфон за сущие копейки. Также на канале есть информация, как поесть в KFC или Burger King совершенно бесплатно. Доступ к каналу закрытый, но для моих подписчиков он будет на халяву. Ссылка в описании. Итак, статья начинается с того, что, цитирую, «Самым разрушительным движением за творчество и рассказывание историй в кино было прогрессивное движение за расширение прав и возможностей женщин». Ведь, по мнению автора, проблема современного кино часто заключается в том, что при построении как минимум каждой второй истории, женщины в ней всегда априори должны выглядеть такими же сильными или даже сильнее, чем мужчины. Иначе это женоненавистничество и утеснение. Кстати говоря, недавно что-то похожее критиковала звезда Marvel Эванжелин Лили. В своем очередном посте в Инстаграме Эванжелин написала дословно следующее. «Почему мы приветствуем мужественность только в женщинах и осуждаем ее в мужчинах? И почему мы приветствуем женщинность только в мужчинах и унижаем ее в женщинах? Почему мы не можем просто допустить все это?» – пишет Эванжелин в подписи к своему фото. «Почему мы чувствуем необходимость ругать мужчину в дерьмовых ботинках, который водит пикап и не боится ударить кого-то по лицу? Но если бы он был женщиной, он был бы воплощением крутости». При этом мужчина, который любит краситься, легко плачет и остается дома, чтобы заняться домашними обязанностями, доблести, но женщина, которая делает то же самое, жалкая. «Почему так?» – задает актриса риторический вопрос себе и всем нам. Ответить на него и в самом деле сложновато, причем это не первый раз, когда именитые актрисы высказывают свое недовольство, сложившееся сейчас в Голливуде ситуацией. Так ранее Эмили Блант, одна из главных звезд мирового кино, заявила, что женская сила на экране – это не для нее, и что ей ужасно скучно видеть это снова и снова». Далее немного цитат. «Это худшее, что может случиться, когда вы открываете сценарий и читаете слова «Сильная женская роль», – сказала Блант изданию «Телеграф». «Это заставляет меня закатывать глаза. Я уже вышла, мне уже скучно». Также актриса добавила, «Эти роли написаны как невероятно стойкие, вы все время ведете себя жестко и говорите жесткие вещи. Мне нравятся персонажи с секретом», – продолжила Блант. «И мне нравится жизнерадостность и надежда, и бесхитростность, в отличие от того, чтобы все время быть одинаковой и постоянно что-то доказывать окружающим». Нечто похожее, кстати, транслировала и Кейт Бланшетт, правда, уже посредством своей киношной героини, из фильма «Тарр», где Кейт играет главную роль. Там есть просто офигенный момент, когда героиня Бланшетт разносит в пух и прах своего юного, не в меру прогрессивного студента, который прикрывается модными сейчас понятиями, типа белый цисгендерный мужчина, при этом теряя общую суть и не понимая толком, что он несет. Короче говоря, если немного обобщить, то далеко не всем женщинам в мире кино по душе то, что происходит вокруг них и то, что от них требует. Ну а если вернуться к нашей сегодняшней статье, издание Bounting Kinta Comics, там говорится примерно о том же. Кстати, кто согласен с такой постановкой вопроса, не поскупитесь поставить лайк под этим видео и подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали. Мы же продолжаем и поговорим о том, что, возможно, раньше кто-то не слышал термин «прогрессивное повествование», но если вы смотрели хоть какой-нибудь фильм или телесериал за последние десятилетия, вы определенно видели все это своими глазами. Благодаря разнообразию и инклюзивным мандатам, которые гарантируют, что неквалифицированные сценаристы и режиссеры теперь должны быть частью крупных голливудских постановок, шлюзы, как говорится, были открыты для повествования пронизанного, говоря простыми словами, повесточкой. При этом наиболее пострадал тут архетип некого героя. Причем не обязательно и даже не столько супергероя, как именно героя в классическом некогда понимании этого слова. Героям не всегда нужны сверхспособности, но идея героя – это самоотверженный человек, который готов пожертвовать собой ради большего блага окружающих. Герой – это тот, кто рядом, когда он тебе нужен, если на рельсах, например, ломается машина и приближается поезд. Киношные герои рискуют собственной безопасностью, чтобы убедиться, что человек внутри спасен, ну и так далее. Герой – это тот, кто защищает других и прочее, прочее. Теперь же подобный архетип пытаются сломать всеми возможными способами. Кстати говоря, возможно именно поэтому жанр боевиков, таким бурным цветом, распустившийся в 80-е и 90-е годы, сейчас практически в полном забвении, если не брать во внимание некоторые исключения из правил, которых все меньше и меньше. Почему же так происходит? Ну потому что теперь не нужен человек, который будет защищать или помогать другим, ну разве что если это не женщина. Для примера можно глянуть на несколько показательных эпизодов. Возьмем, скажем, Хан Соло «Звездные войны. Истории». В кульминации данного фильма главный герой Хан Соло вступает в жаркую битву с неким злодеем Драйденом Воссом. И вот в фильме, созданном как история происхождения одного из величайших героев во всей вселенной «Звездных войн», момент его героизма вдруг меняет Кира в исполнении Эмилии Кларк, которая собственно и убивает главного героя в одиночку, причем с минимальными усилиями. То есть в самый важный момент своего собственного фильма Соло уступает место сильной независимой женщине, на фоне которой он выглядит довольно жалко. Вот и все кино. Идем дальше. В фильме «Шазам» 2019 наш герой видит, как женщину грабят и спешит спасти ее, только чтобы понять, что она сама позаботилась о себе и разобралась с грабителем. Вывод из этой сцены не в том, что наш герой учится тому, как использовать свои силы во благо, а в том, что обычные пожилые дамы не нуждаются в его защите. Это почти цитата, как ни странно. Ну а уже в «Лунном рыцаре» от Disney+, нашего титульного героя ведет сильный женский персонаж по имени Лейла Эль Фаули, которая может в одиночку очистить целую комнату от мужиков, в то время как «Лунный рыцарь» стоит там в благоговении. Понятно, что все это вырванные фрагменты из разных фильмов и сериалов, но все они демонстрируют плюс-минус одно. Это я уже не говорю о наболевшем, о том, что сотворили в последней пятой части Индианы Джонса, того самого Индианы, который стал одним из культовых персонажей, звездой, сердцеедом, героем, ну короче, всем тем, что сейчас принято порицать или как минимум не одобрять. И что же мы увидели теперь в новом фильме? Например, вот такой вот фрагмент погони, когда оказалось, что сам главный герой и не герой вовсе, а вместо него теперь балом правит его крестница Хелена, которую играет Фиби Уоллер-Бридж. Кстати, сама эта актриса личность вообще довольно примечательная, именно она корректировала последнего Джеймса Бонда и чуть не превратила его в темнокожую женщину. Именно ей Амазон платит десятки миллионов долларов в год за производство контента, тогда как она не произвела за несколько лет пока еще вообще ничего. Короче, данная особа будет покруче Бри Ларсон, и теперь именно такие, как Фиби, вместе с Кэтлин Кеннеди, курирующей Индиану Джонса и уничтожающей, кажется, уже вторую легендарную франшизу после Стар Ворс, именно они правят балом. И что они делают? Спойлер, ничего хорошего. Когда мы наблюдаем довольно убогую картину, как прямо во время погони сам Индиана ворчит и брюжит на свою крестницу, как старый зануда, ну а она еще с каким-то мелким на борту не просто блистает во всей красе, но также и успевает задвинуть прямо на ходу речугу, мол, она находчивая, красивая, смелая, самодостаточная и бла-бла-бла. Ну то есть сильная женщина в самом что ни на есть плохом смысле этого слова, которая не демонстрирует силу своего персонажа, как много других легендарных женских героинь, а вместо этого просто говорит весь этот стандартный бредовый набор штампов сильной тетки. И судя по всему, такой расклад происходит на протяжении целого фильма, когда у нас есть четкая главная героиня, крестница Индианы Джонса, а сам он уже скорее для мебели, и чтобы Хелена выглядела повыгоднее на фоне постаревшего героя. Конечно, очень печально, что вообще такие вещи происходят, и что Харрисон Форд не выскочил из этой франшизы раньше, пока его персонажа еще не превратили в посмешище. К чему же это все? Ни в коем случае, конечно, не к тому, что женщины там типа плохие, а мужчины типа хорошие, или о том, что женская героиня обязательно должна весь фильм томно ждать, пока ее спасет некий прекрасный принц. Нет, упаси Господь, я просто за здравый смысл и чувство меры. Которого часто современные киноделы напрочь лишены. Ведь прогрессивное повествование не может допустить, чтобы женщина воспринималась хоть иногда как слабая, даже если это происходит за счет самой истории. Креативное решение Голливуда доказать зрителям, что женщины также сильны и могущественны, а частенько даже и во всем лучше, сильнее, находчивее, выносливее и так далее. Взять хотя бы сериал о женщине Халк. Что нередко делает всю историю глупой, надуманной, или лишенной нормального сюжета. И это, конечно, мало кого радует, почему же у нас на экранах продолжается битва полов, даже и не думая утихать. Сложно ответить однозначно, ответ, думаю, кроется и в том, что происходит в кадре и далеко за его пределами. Как по мне, тут главное найти правильный баланс и не пускаться в крайности. А еще все-таки подбирать команду для любого проекта, исходя из компетентности людей и других их качеств, но уж точно не из того, какого они пола, какой ориентации, какого цвета кожи и так далее и тому подобное. Ведь если ставить именно это во главу угла, мы получаем фильмы и сериалы, которые работают уже не на зрителя, а как будто сами на себя. Тогда как публика вместо этого должна якобы априори быть счастлива, что она смотрит, например, первый блокбастер Марвел, который режиссирует темнокожая женщина. Как будто широкому зрителю не все равно. Ведь это же не главное. Главное, что получится в итоге из фильма. И если он будет хорошим, зритель уйдет из кинотеатра довольный, студия заработает и все будут счастливы. Если же нет, без разницы, кто это снял, хоть малыш йода, все равно это ничего и ни для кого не будет значить. Ну, разве что кроме очень небольшой когорты людей. Ладно, будем заканчивать, а то что-то меня слегка понесло. Уступаю вам место в комментариях. Пишите все, что думаете там, а также не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на наш канал и на наш телеграм. Спасибо всем за просмотр и всем пока.